Привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из солнечной Испании. Сейчас я нахожусь в Малаге, и вы знаете, что сейчас на Западе христианский мир отмечает Пасху. Сейчас у нас идет... Прохожий сказал гуапа! Красавица! Спасибо тебе! Сейчас у нас идет Страстная неделя, и Андалузия славится своими помпезными, пышными, роскошными шествиями. В принципе, Пасха для испанцев — это такой святейший праздник, самый большой, я считаю. И Пасху празднуют в любом самом-самом маленьком уголке Испании. Куда бы вы ни приехали, всюду будут города и деревни украшены, всюду будут проходить какие-то празднества, шествия, какие-то постановки. В общем, это просто святое дело. Страстная неделя здесь так и называется. Семанос Ва Санта — святая неделя. Итак, Андалузия славится своими пасхальными шествиями. И сюда каждый год съезжается огромное количество туристов. В прошлом году в Андалузию приехало на Пасху миллион туристов. И в этом году, я думаю, будет не меньше, потому что я здесь была позавчера, смотрела шествия, и было просто не протолкнуться. Впрочем, это бывает каждый год так, потому что в 2018 году ЮНЕСКО признала пасхальные праздники в Испании нематериальным наследием ЮНЕСКО. В общем, у нас всемирное наследие Пасха. Кто еще не видел, вам нужно будет приехать. А сейчас мы с вами пройдем по городу, и я вам покажу пасхальную малагу. Пойдемте. В городе множество церквей, и каждое братство организует свое шествие. Но по городу доверяют пройти не всем братствам, а только избранным. В течение этой недели будет пройдено 45 шествий. То есть, в среднем 7-6 весь день. В общем, невероятное количество. Они начинаются днем и заканчиваются глубокой ночью. Например, вчера по расписанию братства выходят из своей церкви со своими этими всеми платформами и медленно идут в сторону центра города. И вот про расписание эти идут. Одно братство проходит, второе, третье. И, в общем, одно братство начало вчера свой путь грешников в 3 часа дня. И последнее братство пришло в центр и вернулось к себе в церковь лишь в половине пятого утра. Представляете? Ну, конечно, совершенно понятно, что публика столько времени на ногах здесь не выдержит. Поэтому, смотрите, вот посмотрите, здесь трибуна, на другой стороне трибуны. Кроме этих трибун еще ставятся ряды кресел. Вот сейчас эти стульев, вот сейчас они сложены, а перед шествием вечером их поставят. И вот, наверное, на проспекте здесь, наверное, восемь рядов этих стульев. Билеты на эти места нужно приобретать заранее. И обычно этот абонемент продляется автоматически из года в год. И семьи, которые покупают этот абонемент, они приходят все время на одни и те же места каждый год. Все друг друга знают. Здесь они расцеловываются. И у них тоже здесь свое сообщество. В этом году я хотела купить себе, тоже как белый человек, хотела купить себе билет на трибуну. А оказалось, что билеты проданы еще в феврале. Ну, пойдемте. Я вам покажу сейчас, как украшена центральная улица. И маршрут идет здесь по центру города. То есть братства идут из разных районов и приходят в центр. И здесь они идут по одному маршруту в центре города. Маршрут заканчивается возле кафедрального собора. Пойдемте, я вам сейчас покажу. Значит, это центр города. Вот, посмотрите. Трибуны. Приготовлены стулья. С этой стороны трибуны. В этом году немножко движение изменили. Но ничего, мы сейчас пройдем. Раньше поворачивалась процессия здесь. Теперь все перекрыто. Идет другой улочкой. Вот, посмотрите. Это центральная улица. Лариус. Как видите, народу полно. Здесь трибуны. Чистят, моют. Готовятся сегодня вечером. Опять будет шествие. Надеюсь, только, как и все испанцы, все очень переживают. Если дожди не дадут провести шествие, все очень волнуются. Например, в Марбелье вчера пришлось отменить шествие. Там был дождь. К праздникам испанцы готовятся весь год. Они здесь в течение года все эти, свои эти лафеты, что-то мастерят, красят, драят, шьют костюмы, подгоняют, планируют. То есть это действительно грандиозный праздник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я надеюсь, у меня получилось заснять частичку военного парада. Вот сейчас этот весь военный оркестр с барабанами. Они сейчас помчатся таким бодрым шагом в припрыжку по всему городу с музыкой и с барабанами. Я за ними как-то в прошлом году бежала, и мне тогда я припарилась. Они так быстро бегут. Но если где-то еще увидим, я их засниму. В отличие от православия, у католиков пост закончился еще до начала страстной недели. Поэтому сейчас гастрономическое ограничение нет. Народ вон гудит везде по ресторанам. Но четверг и пятница – это скорбные дни. И поэтому в эти дни, в четверг и пятницу, придется воздерживаться от мяса. Но остальное, пожалуйста, гиспанцы в эти дни едят. Бобовые, овощи, рыбу. А десерт у них пасхальный – это гренки, пожаренные с маслом, и политые медом корицей. Еще есть у них такой пасхальный пирожок, где крест-накрест тесто сложено, и посредине яичко. Если увидим, я вам покажу. Интересная пасхальная традиция в Испании. Здесь на Пасху, по-моему, это в четверг, помилуют кого-то из преступников. И на Центральной площади торжественно его помилуют. И Иисус Христос его благословит на праведную жизнь. Причем это ни в каких законах не зафиксировано. Здесь такая самодеятельность. Но, однако, подлежат помилованию в Испании в год на Пасху около 20 преступников. Ну, я так думаю, они своих милуют. Эти пасхальные шествия очень драматические. Сами визуально они выглядят потрясающе. Все это богатое убранство, позолото, серебро, различные костюмы, статуи. Это очень красиво. Плюс эти все церковные, церковная музыка, барабаны. И многие настолько проникают с этой атмосферой шествия, настолько это все эмоционально, что люди плачут. И я видела несущие платформы тоже идут со слезами на глазах. Слезы стекают по щекам. Те, кого мы видим снаружи платформы, это лишь часть несущих платформ. Потому что еще под этим помостом, вскрыто от наших глаз, внутри, там тоже идут люди, несут эту платформу. Они абсолютно ничего не видят и ориентируются только на звуковые сигналы. Когда это шествие идет, то довольно-таки часто, ну скажем прямо, очень часто делаются остановки, чтобы дать людям передохнуть. По звуку колокола колонны либо останавливаются, потом по команде снимают с плеч эти платформы, отдыхают пару минут, потом опять по звуку колокола продолжают движение. И так целый день люди носят эти платформы. Можете представить это самобичевание. Поэтому, конечно, это все выглядит очень драматично. Например, в четверг будут нести платформу, сделанной Надеждой Малаги, которая весит больше 5 тонн. Нести ее будут 10-57 человек. И высота сооружения 6 метров. Конечно, это все требует большой подготовки и синхронности действий. И так процессия идет медленно. Эта платформа плавно покачивается на плечах. Впереди платформы шествуют кающиеся мазуритяне в капюшонах и клопаках с прорезями для глаз. Во времена Средневековья церковь так одевала своих нагрешивших послушников, чтобы лица были скрыты, чтобы люди могли раскаиваться анонимно. А прохожие удивляют, что идет кающийся грешник. У кого нет возможности раскаиваться анонимно, плачут открыто. Несущие платформы люди настолько проникаются действием, что часто плачут. За платформой следует оркестр в униформе и барабанщики. Участие в этих шествиях считается большой честью. АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь, вам было интересно. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до новых встреч!